парни всем привет перешел на новую камеру надеюсь картинка будет нормальные звук тоже сейчас ветер очень сильный ветрозащиту я еще не купил в нормальную поэтому поставил обычную поролон сейчас мы с вами идем к тачке и будем заниматься некими манипуляциями именно проводить то своими собственными руками то есть замена масла посмотрим что там с фильтром еще нужно будет помыть борта потому что там еще видны надписи убер все парни давайте будем начинать погнали парни первый этап подготовки закончен заехал на такие вот штуки деревяшки бруски поставил скорость ручник естественно дернул и под задние колеса вот такие уж руки поставил то есть все теперь точно никуда не уедет ну и все сейчас будем доставать с вами масло покажу какое масло в этот раз буду заливать досталось масло на халяву поэтому будем лить его а не лукойл маннол экстрим 540 допуском 502 думаю все будет в порядке фильтр у меня есть значит тачку поставил все сейчас камеру закину под машину и будем дальше с вами продолжать так парни что надо сделать для удобства значит сейчас машину уже подняли как вы видели сейчас берем откручиваем вот этот вот пыльник вот здесь у нас торг состоят сколько раз два три 4 5 6 торгцев откручиваем чтобы удобно было снимать вас в этом масляный фильтр потому что он находится вот в этом месте и так неудобно будет с подъемника лезть ну и соответственно вон там пробка вот она пробочка у нас значит мы сейчас будем откручивать дальше и сливать масло и отсюда можно увидеть какой ржавый глушитель парни блин ладно переходим в делу так парни пыльник открутил все вот так вот это все выглядит стоп вот так вот вот так вот все это выглядит сейчас будем сначала попробуем сорвать вас этот масляный фильтр если получится руками будет просто замечательно но потом просто будем откручивать пробку сливную сливать масло вот и да надо заправить кондер будет это что-то как-то без кондера не прикольно ездить отлично он не закручен а сейчас супер вот так вот мне поменяли масло в новосибирске фильтр вообще не закручен ну с одной стороны это хорошо потому что не пришлось протекать его отверх вот эти все движения делать отлично пока все хорошо вот такое масло сливается лукчок лукойл в принципе я думал хуже гораздо но вот-вот видно прям янтарного цвета ну и немного маркетинге обычно все продают масла свои канистры там 4 литра плюс 1 литр в подарок туда-сюда моно продает 3 литра плюс 1 литр в подарок круто да ладно парни давайте сейчас будем заливать это масло чудеснейшее просто супер гоночное масло которое могло только быть кстати говоря по отзывам именно ребят которые катали это масло на ваге на атмосферном ваге масло в принципе себе ничего такое вот ну проверим это на своей шкуре конечно же как обычно так что пока стих ветер надо залить масло вязкостью она 540 и начинает как обычно дуть ветер тот момент когда заливаешь масло заливаем всю канистру 4 литровую потому что заправочный объем парни я вам напомню на 1 и 6 целого cwvb 4 литра где-то 200 грамм поэтому заливаем четверку спокойно вообще сразу кстати парни такой вопрос кто как одевает самого этот масляный фильтр наливает ли туда масло перед установкой или нет я вот на данный момент не стал одевать не стал заливать масло в фильтр сходим помоем защиту потому что ну потому что лень и криворукость мастеров которые меняли до этого масло просто зашкаливает тут такие пятна они некрасиво под капотом некрасиво и так парни помыл защиту вот она стоит пока она сохнет я вам вкратце расскажу что хочу сделать вот с этим обезжиривателем кто помнит машина была обклеена под убер и если так вот посмотреть вот так вот вот видно как остались это даже не клей я даже не знаю просто снялось все на ура видимо то что обезжиривали перед тем как клеить наклеили под буквами то было обезжирено а снаружи уже на липла всякая рода грязь так вот сейчас мы вот эти места будем обрабатывать именно обезжиривать сейчас все перельем это в поляризатор такой разбрызгиватель зашоркаем потом значит сразу же смоем все это пеной и водой парни вот так стало вот так вот ни одной буквы не осталось все круто и вот как было вот так видно что бочина еще не блестит видны вот эти вот следы клея вот они фу прямо аж меско давайте сейчас быстрее приступать отмывать вот эту сторону потому что вот здесь вот мне уже очень нравится как выглядит бочина обезжирка прям работает что-то я еще подумал так вот снял колпаки смотрите как это выглядит диски серебристые но уже начинает ржаветь в некоторых местах я тут что подумал есть у меня баллон черной краски дуне мы наверное еще сегодня и краской черные по дискам по серебристым вот у нас переднее колесо вот у нас заднее колесо видно ли стоит косяки все вот уже пошло конечно пошло сейчас мы это все дело обезжириваем не начинаем красить взял вот такую глянцевую черную майку да вскую будем ей все это орошать в один слой если получится в два слоя хоба вы на канале про машины а значит это нормально красить на улице при жестком ветре из баллончика колеса норм вообще норм ну кстати получается на самом деле прикольно прям такой блестящий глянец все как надо сейчас немного подсохнет дунем еще разочек и можно будет ставить минут через сорок ребят что хотелось сказать по маслу на самом деле масло прошло порядка 11000 вот и езжу я на газу кто не знает на пропан бутановой смеси вот такое вот масло и на самом деле горю она не воняет я ездил на бензине точно также проверял 10 тысяч километров на луку или и там масло пахло уже сильно горелым здесь не пахнет горелым отнюдь ну что ребят вот так вот было а вот так вот стало парни а как вам по моему круто получилось все-таки черные штамповки гораздо прикольнее выглядят чем серебристые ребята ну что вот мы с вами покрасили наконец-то все четыре диска выглядит это теперь ну гораздо лучше чем было на самом деле потому что было серебро и было ржавое серебро сейчас у нас черные такие четенькие железяки да это железяки пятнашки но оденем колпаки на них когда это все дело высохнет и колеса будут более выразительны за счет того что колпаки теперь не будут сливаться с самим диском в одну массу потому что потому что колпаки серебристые и получается диски у нас были серебристые теперь у нас черные железяки серебристые колпаки будут также с вами почистили борта убрали клей Обезжирили двери в тех местах, где были наклейки Поменяли с вами, конечно же, масло Самое главное маслица Теперь у нас чисто новенькое масло Ездим также на газу, помыли Вот эту вот защиту, видите, какая она теперь чистенькая Вся аккуратненькая Так что на этом, думаю, будем подходить к концу Огромное спасибо, что посмотрели этот видос Не забывайте подписываться Еще, ребят, напишите в комментариях, как вам сейчас звук и как картинка Огромное всем спасибо и пока Субтитры сделал DimaTorzok